На календаре 7 июня 7 июня 1885 года городская управа довела до сведения гласных думы, что Министерство внутренних дел посоветовало им не чинить препятствий Нижегородскому торговому дому Емельян Башкиров сыновьями. Известный купец хотел построить в Самаре свое предприятие, однако некоторым самарским купцам идея строительства новой крупчатой мельницы на улице Преображенской, нынешний водников, пришлась не по душе. Они считали, что ее возведение рядом с хлебными амбарами, складами товара небезопасно в пожарном отношении. Более того, мельница создавала шум, который мог помешать жителям окрестных улиц. Несмотря на возражения, представители городской управы заявили, что нет смысла спорить с решением Министерства внутренних дел. И вопрос был решен в пользу купцов Башкировых. Так, в главном городе губернии обосновалась семья Николая Емельяновича Башкирова, ставшего впоследствии купцом первой гильдии. В такой же июньский день 1894 года Общее собрание членов Самарского кружка любителей охоты утвердило первое в истории губернии правило охоты. Во второй половине 19 века неустройство в охотничьем хозяйстве Самарского края проявилось с особенной силой, в то время как число самих охотников существенно увеличилось. Тогда и возникла необходимость привести охотничье хозяйство в порядок, чтобы оно могло служить источником значительного превращения государственных доходов. А 7 июня 1900 года Самарская городская дума отвела участок земли на косе рек Волга и Самара нефтепромышленному и торговому обществу Мазут. В аренду на 12 лет ему было отдано 200 сажений земли с платой 1 рубль за каждую для устройства железнодорожной ветки. Поздравление с днем рождения сегодня принимает глава муниципального района Челновершинской Самарской области Валерий Анатольевич Князькин. Также 7 июня в разные годы были рождены французский живописец-постимпрессионист Поль Гоген, русский философ и публицист Петр Чаодаев, знаменитый оперный певец-тенор Леонид Собинов, писатель-сатирик, драматург Аркадий Арканов, писательница и телеведущая Дарья Донцова, популярная певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом «Глюкоза», любимый многими музыкант, певец Александр Маршал и другие знаменитости. С именинами спешим поздравить сегодня всех, кого зовут Елена, Иван и Федор. 7 июня по народному календарю Иванов день. На Руси считалось, что с этого дня на растениях появляются медвяные росы. О них говорили так. Медовая роса ржавыми ведает, сладко стелится да больно въедает. Крестьяне полагали, что такие росы причиняют вред и детям, и скотине, и растениям. А вот настоящая роса в этот день предвещала хороший урожай. Без росы и трава не растет, говорили по этому поводу. Обращали наши предки внимание и на такие приметы. Если на рябине было много цветов, ждали хорошего урожая овса. А вот поздний расцвет рябины обещал долгую осень. Таким был в истории седьмой день календарного лета. Приятных забот и всего вам самого доброго!